У нас, к сожалению, периодически прерывается наша трансляция в связи с тем, что в спортивном комплексе Олимп не очень хорошо ловит наш модем. Поэтому мы просим прощения за технические неполадки. Будем надеяться, когда процесс вручения будет происходить, никаких сбоев в трансляции у нас не будет. Мы только что пообщались с городским головой Владимиром Новацким. Он рассказал о том, что был позавчера на победной игре баскетбольного клуба «Химик» в Днепропетровске. Это была третья игра финальной серии плей-офф, от которой зависела, так сказать, скорость приближения сроков. Того момента, когда баскетбольный клуб «Химик» впервые в истории станет чемпионом чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге. Мы находимся сейчас в спортивном комплексе Олимп, а здесь собралась официальная делегация, а также воспитанницы творческого коллектива «Чудо-Сия», которые уже приготовились вручать каравай и цветы победителям. В конференц-зале сейчас проходит пресс-конференция. На пресс-конференции присутствует моя коллега Ольга Комарова. Она потом детально расскажет, что говорили тренеры, администрация клуба, а также игроки на этой пресс-конференции. А мы с вами ожидаем этого торжественного момента вручения каравая и цветов победителям. Дождь, кстати, на улице уже практически закончился. Он был кратковременным, сильным, но кратковременным. Мы видим, как сюда идет Петр Иванович Кутенец. По всей видимости, тоже хочет принять участие в торжественной части. Петр Иванович Кутенец. Петр Иванович Кутенец. Петр Иванович Кутенец. Петр Иванович Кутенец. но вы не ездили в саму игру? нет не в этом году в отдельном месте в мире в Европе они были присутствием и были на золото в октябре вы есть постоянным ведомочем матча в баскетбольном клубе у вас были сумнёвы, что команда будет золото в третьей гри в финальной У меня не было сомнений, даже до начала первой игры, если все, кто внимательно следствовал за ходом чемпионата, мне, кажется, было понятно, что некоторые игры, я бы на месте организатора, вообще не делал это потом чемпионат, потому что было понятно, что наша команда в этом году на голову выше за все команды Украины. У меня абсолютно спокойно, поехали в другой края, не боясь оставить команду на один, на один, на один. Вы видите, что дошли снова. Вы когда ишли, прекратили дошли. Это не прямый эфир? Это прямый эфир, так. Я мог бы сказать, что на эту тему, как Кравчука, между капельками, между краплинами дошли, могу проскочить. Дождь всегда и в истории, и в традициях украинского народа был очищающим. То есть, те, которые обмывались дошли, это благодатные события, то есть силы, которые следуют за нами где-то, где-то, они понимают. Это люди, я имею в виду, в баскетбольных клубах, они заслужили на это, чтобы их колесить с этой водой, чтобы они почували себя комфортно и достойно этой нагородной, которую они завоевали. Это абсолютно честный город, не потому что у нас там легионеры, у них нет, у нас достойных своих хаванцев. Я всегда верю в это за все в свою. Доброе, дякую. Не затримую больше вас. Добрый день, Владимир Владимирович. Я бы сказал, что мы уже все еще и все вместе. Мы с вами находимся в фойе спортивного комплекса «Олімп». Мы находимся в процессе ожидания всей баскетбольной команды «Химик», которая вернулась в городе в городе «Южное» не с порожними руками, а с долгоочекованным золотом. Баскетбольная команда «Химик» в своей истории была и сребным призером, и бронзовым призером. Золото уже давно ждали жители міста Южного. Для них специально для баскетболистов был вбудованный цей надзвичайно уникальный спортивный комплекс, в котором один из лучших, возможно, спортивных залов в Европе. И вообще сам спортивный комплекс, он так же считается одним из лучших в Европе. Поэтому команда была обязана была в своей истории принести золото. Будем надеяться, что это не последний раз. Хотя, с другой стороны, мы также надеемся, что следующий чемпионат Украины с баскетболом будет иметь сильные команды, чтобы у баскетбольного клуба «Химик» были достойные соперники. И команда наша Южинская так же росла и увеличилась свой уровень. Баскетбольная команда «Химик» также неодноразово брала участь и в Кубках Европы. И будем надеяться, что следующий сезон, он так же визначится участью в других чемпионатах. Но пока мы встречаем, уже идет делегация, президент клуба Сергей Назаренко. Пресс-конференция уже закончилась, идут журналісти. Зараз починайте... Зараз команда... Вы шукаете для урочистой церемонии. Да, уважаемые спортсмены, уважаемые спортсмены, уважаемые спортсмены, вы знаете, мы уже вторые сетки были. Ждем, но наконец-то мы вас ждали, потому что мы тогда, когда в Днепропетровске с вами общались, я говорю, что мы в городе вас ждем и хотим вас поздравить с исторической победой. Я думаю, что мы сегодня еще будем общаться, я еще буду вас поздравлять. И я хочу сказать тут два слова, уважаемые наши баскетболисты. Вы даже не понимаете, что вы сотворили. Вы вошли в историю, в историю баскетбола Украины, я в этом абсолютно уверен. И вы вошли в историю нашего города. Поэтому мы гордимся вами. Вы действительно прославили нас город и будете в том месте прославлять. Поэтому я вас истинно поздравляю, все жители нашего города. И если так держать, мы на нас очень очень надеемся. Я думаю, что вы еще будете показывать вас не только в делах Украины, а далеко за ее пределами. И на европейском городе. Удачи вам в своем интернете. Спасибо. Спасибо. Я понимаю, вы привыкли к зрителям, к публике, но всего немножко скромнее. Потому что вы уже чемпионы, вы уже можете себе позволить все. Вам все позволить. Спасибо. 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 Заради этих двух минут мы сегодня с вами простояли 20 минут, но я думаю, что они были варты. Зараз команда отправляется в готель Лада, там продолжится урочистые приветствия нашей команды, а их будет вітать администратор Лицкого фортового завода. Ну на этом мы… у нас прерывает… Ну ты видишь, что поездка, 1%. Потом включишься, ты не хочешь секресить. Нуль. Перерывайся, потом еще раз. Та все, он уже сам перерывайся. А тогда Владимир будет сейчас дарить свои файлы. О, точно.